Василий Геннадьевич, Вы сказали про Аксуйскую станцию. Хочу особо подчеркнуть, что нередко сейчас можно слышать, что инвестиции плохо контролируются и что предельные тарифы работают только вверх. Не только на примере Аксуйской станции, по другим компаниям видно, что если утверждается большая программа инвестиционная, то тариф больше, а если программа меньше, тариф меньше. Я приведу пример по ЕКУ. В 2012 году инвестиции составляли по инвестпрограмме, утвержденной Министерством энергетики, 22,2 миллиарда тенге. Утвержденный тариф был 5,6 тенге за киловатт. В 2013 году обязательства компании по инвестпрограмме были утверждены в размере 9,455 миллионов тариф 3,09. То есть здесь инвестиций меньше, тариф меньше. И надо отдать должное правительству спасибо, что вы не колебались и не отменили несколько лет тому назад, два года тому назад, потом колебались в прошлом году постановление по предельным тарифам. Я готов подписаться по теми цифрами, которые прозвучали в докладе председателя ОРМ. Действительно, кривая по реальным инвестициям пошла вверх, а по износу основных средств вниз. Это вот чётко можно проследить. Одно пожелание – надо шире эти цифры пропагандировать, разъяснять, чтобы не было колебаний, потому что это на самом деле очень эффективный механизм. Сегодня энергетики создали реальный задел в мощностях для развития… Но ассоциациям тоже надо об этом говорить. У вас площадок, допустим, с учётом средств массовой информации. Допустим, он, наверное, стесняется свою работу хорошо показать. Я имею в виду представителя ОРМ, Мурата Магуяновича. Он прав, Николай Владимирович. Вы работу делаете, за последние три года на самом деле многое меняется и в тарифном регулировании, и в политике тарифного регулирования. Но ассоциации тоже должны говорить об этом. У вас площадок и возможностей больше, чем у любого госоргана. Вот сегодня тоже площадка. Я бы хотел и проблемный вопрос поставить. С 2016 года будет введён новый механизм для инвесторов по тарифам. Речь идёт о том, что будет продаваться мощность. Постановление по предельным тарифам утратит свою силу. Уже принят закон. И в этой связи уже сейчас надо чётко сказать – разработать порядок расчёта и принятия цен. Правила продажи мощности. На самом деле этот документ должен быть разработан в этом году, чтобы инвесторы понимали, как будет это с 2016 года. И при разработке ФИР-2 реально ориентировались на то, какими будут вообще цены по электроэнергетике. Я в этой связи очень бы хотел попросить Министерства экономики подключиться к этому вопросу. Потому что сама тарифная программа – это одно. А инвестору конкретно нужно, какие будут индексы роста цент ориентировочно. В 2015, 2016, 2017, 2018 год. То есть нужны цифры. Их можно примерно просчитать. Это очень важно, потому что это закладывается вообще, честно говоря, в проекты, которые потом кредитуются банками. И здесь вот надо поддержать инициативу министра Исекешева, который чётко поставил задачу, вот когда мы обсуждали проблемы по ФИР-2, чтобы были чётко определены индикаторы по железнодорожным тарифам, по энергетике, по транспортировке, по всем сферам естественной монополии. Это позволит нам очень реально двигаться в следующей перспективе. Мы согласны, что реализация инвестиционных программ должна приводить к снижению износа и снижению потерь. Поэтому нет спора. Эти показатели должны учитываться на всех этапах рассмотрения инвестпрограммы, от утверждения и принятия решения о том, что инвестиционная программа исполнена до его конкретной реализации, которая будет отражаться при обсуждении в уполномоченных органах. Если действительно к концу года удастся ликвидировать понятие сверхнормативной потери, то это вообще действительно достижение. Я много лет работал в ОРМ, ну как-то связан был с деятельностью ОРМ, возглавлял это ведомство и хочу сказать, это действительно очень серьёзная работа. За последние пять лет они монотонно каждый год доводили до субъектов естественной монополии, на сколько процентов снизить нормативные потери, сверхнормативные, и добивались этого. И если это будет решено, надо действительно вообще широко пояснить людям, потому что за сверхнормативными потерями склевалось и воровство, и бесхозяйственность, и теневой оборот, и многое другое. Надо помочь ОРМу, чтобы утверждение тарифа опиралось на стандарты качества. Я согласен, что это нужно, чтобы отраслевые министерства помогли, и мы как ассоциации тоже должны подключиться к этому. По приборам учёта нужна реальная помощь Акимов. В ряде регионов жители многоэтажных домов не объединены ни в кондоминиум, ни в КСК. Есть домкомы, их называют домоконы или домушники, но на самом деле нужны реальные формы самоуправления в каждом населённом пункте. И поэтому отсюда решать вопросы общедомовые без их наличия очень трудно. Поэтому завершение работ по созданию во всех городах, населённых пунктах форм самоуправления – задача, которая должна быть решена совместными усилиями. Прошу правительства этот вопрос поставить на контроль. Я думаю, если реально взяться за это, то в течение нескольких месяцев можно этот вопрос урегулировать. Общественный контроль за установкой приборов – сейчас задача номер один. Я согласен, если теперь приборы учёта будут устанавливаться монополистами, надо сразу отдавать отчёт. Они в этом не заинтересованы. Поэтому нужно, чтобы реальная форма была в каждом населённом пункте в лице действующих форм самоуправления, которые могли бы отслеживать, как внедряется это, какие суммы, установлены, не установлены, какого качества, насколько это даёт эффект. И я думаю, что это всё-таки работа, которая нужна, чтобы проводилась при координации АРМ. Спасибо за внимание.